Здравствуйте, меня зовут Ева Лехцер, рада всех приветствовать, кто заглянул на мой канал. И в текущем видео хочу выполнить следующий расклад. Расклады я делаю в основном касательно ваших комментариев в соцсетях, либо на ютубе. И поступила такая вот просьба, предложение посмотреть, стоит ли уходить от мужа, или как в целом сложится жизнь после разрыва с ним. Вот эти вот ваши внутренние переживания мы сегодня и будем просматривать. Расклад будет называться не в целом уход от мужа, а как сложится жизнь после разрыва партнерских отношений, и что вас будут ожидать в принципе в различных сферах жизни. А именно в плане работы, финансов, общего эмоционального ощущения, ваше душевное состояние, вопросы здоровья мы здесь не рассматриваем. И самое главное, как будет складываться ваша личная жизнь, то есть удастся ли вам, скажем так, восстановиться, стабилизироваться и начать все с нуля. Сегодня у нас было всего 4 варианта. Выбирайте, пожалуйста, ту колоду, которая для вас с вами импонирует, либо вам приглянулась. Первая колода это золотой Таро Ботичели. Вторая колода это 78 дверей. Третий универсальный ключ. И последняя Манго Таро. Поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, чтобы он с вами резонировал. И мы будем смотреть. Итак, для тех, кто выбрал первую колоду. Вообще ситуация какова, что вы находитесь в стадии выбора. То есть уходить вам все-таки или не уходить. Поэтому мы посмотрим на картах, как же у вас складывается отношение с партнером на данный момент, стоит ли вам от него уходить, и как будет складываться ваша жизнь, если вы все-таки от него уйдете. Проговаривайте, пожалуйста, свое имя, дату рождения. Давайте картам запрос, чтобы карты резонировали с вами. Но в любом случае, хочу напомнить, что расклад общий, он не является индивидуальным, поэтому, безусловно, не может проиграться для всех. Вы здесь уже сопоставляете хотя бы по первым картам, а соотносится ли ваша ситуация с тем, на данный момент, что говорят вам арканы. То есть если по первым картам ситуация проигрывается, значит, да, вы интуитивно выбрали верный вариант. Так, давайте смотреть. Итак, что у вас в отношениях к настоящим? Ну, смотрите, перевернутая десятка мечей. Аркан четко указывает на ситуацию, что либо произошел у вас уже разрыв в целом, либо же вот-вот он уже на подходе и на пороге, и это, знаете, свое родное, как окончание черной полосы. Это то, что вы отсекаете, причем отсекаете очень болезненно, но тем не менее вы понимаете, что это неизбежно, иначе это вас будет засасывать как болото, как трясина, и вы только будете, знаете, вот ситуация стагнации, деградации, то есть человек и эти отношения будут тянуть вас на дно. Поэтому то, что говорит Аркан на данный момент, разрыв либо уже состоялся, либо вот-вот состоится в ближайшее время. Как говорят карты, стоит ли вам в целом, несмотря на эту ситуацию, от этого мужчины уходить? Да, стоит. Почему? Ну, опять же, проигрывается в двух аспектах. В первом случае здесь Аркан говорит о том, что здесь имеет влияние воздействие женщины, то есть это может быть мать, это может быть соперница, представительница стихии королевы, ну вот воздушная, королева мечей здесь проигрывается. Воздушная стихия – это у нас близнецы, водолеи или весы. Или же в целом, как говорит Аркан, для вас это может быть ситуация расчета, то есть, например, вы пока не готовы уходить, потому что у вас могут быть материальные, жилищные проблемы. Именно только вот по этой причине вы за этого мужчину держитесь. Чувств любви здесь нет. Здесь только вот позиция, знаете, как оттянуть, либо выиграть время, чтобы как-то подготовить себе почву. Чтобы в этой ситуации избежать. Чтобы она проигралась для вас не так болезненно. И давайте смотреть, вот если вы все-таки от него уйдете, либо разрыв у вас уже состоялся, как это отыграется в течение ближайшего года на вашей жизни. Так, как это отыграется в плане работы, финансов, вашего душевного, эмоционального состояния и с позиции личной жизни. Как отыграться в плане работы? Ну, ситуация застоя. То есть, либо вы в целом, например, находились у него на попечении, на содержании, теперь вам нужно будет как-то решать этот материальный вопрос. То есть, здесь либо вы не сможете найти работу, либо будете в каких-то созависимых обстоятельствах. Например, также находиться и нуждаться в материальной поддержке, либо в материальной поддержке близких. Плюс, ну вот, либо в целом по этой карте, да, вы по каким-то причинам не можете работать. Это могут быть наличия маленьких детей, либо в целом состоянии здоровья, либо какие-то обстоятельства, то есть, связанные по рукам и ногам. Как у вас будет складываться в области финансов? Ну, вот смотрите, в области финансов здесь неплохо. Почему? Потому что дьявол, это всегда хорошая финансовая стабильная ситуация. Это какая-то вот мощная финансовая подушка, например, если она у вас таковая есть. Либо же деньги, которые, ну, будем называть вещи своими именами, каким-то образом достаются вам нечестным бытем. Не для всех это проиграется, чтобы вы сейчас не писали гневных комментариев, но тем не менее. По дьяволу это ситуация откатов, либо ситуация, знаете, как сорвать большой куш, либо в целом, ну, не знаю, вот знаете, вот позиция, как отжать что-то, например, при разрыве, при разводе. То есть, с позиции финансов здесь будет все в порядке. Для некоторых, опять же, может проиграться, как деньги, полученные от практики именно оккультных наук. Ну, то есть, это могут быть торологи, маги, ну, астрологи, нумерологи и так далее. Для некоторых может проиграться именно так. Так, ваше общее эмоциональное и душевное состояние. Да какое состояние? Называется нож в спину, нож в сердце. Туз мечей. Карта, знаете, вот отсечения ненужного. Болезненное состояние, именно эмоциональное, но вместе с тем, это, знаете, ситуация идейного прорыва. Какие-то вот новые планы, новые желания, новые начинания. В целом ситуация, когда вы понимаете, что жизнь эта не заканчивается, нужно двигаться дальше и начинать что-то заново, с нуля. Потому что тут соединиться. Это новый старт. Это в целом какое-то обновление жизни. Хотя и болезненное, но тем не менее необходимое. То есть, другими словами, это вопрос ребром. То есть, или так, или никак иначе. Потому что вы понимаете, что ситуация в целом-то неизбежна. И как будет складываться ваша личная жизнь с позиции? Как после разрыва отношений. Вот здесь падает тройка кубков. Карта замечательная. Карта либо отношений легких, ни к чему не обязывающих, флирта. Либо, опять же, можете наступить на какие-то грабли, у кого это проигрывается. Потому что вот здесь может, в целом в контексте карты, может проиграться ситуация, как вы, например, состояли в созависимых отношениях. И здесь может выпасть ситуация опять наличия любовного треугольника. Так что вот такой вот момент. Ну, а если, скажем так, не привязываться в целом к ситуации ухода от супруга, скажу так, вот из шести карт пять указывают на наличие на вас какой-то негативной программы. Хотя мы об этом запрос не задавали, но тем не менее. Давайте я сейчас проверю, есть ли на вас какой-то негатив. Потому что не нравятся мне арканы. Как-то они совсем так однобоко говорят. Так, ну, перевернутая звезда. Смотрите, здесь карта четко говорит о том, что самого негатива не указывает, она указывает на закрытие путей. То есть пока у вас не развивается ситуация благополучно так, как бы вы этого хотели. Почему так проявляться? По перевернутой звезде вы могли, например, снять негатив с партнера. То есть, например, если на вашем мужчине была негативная программа, вы частично могли перенять ее на себя. И, соответственно, знаете, как вот расслёбываете какие-то негативные события. Так, вот такая у нас ситуация для тех, кто выбрал первый вариант. Давайте смотреть для тех, кто выбрал второй вариант. Колода 78 дверей. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Проговаривайте ваши имена, даты рождения. Давайте картам запрос, а именно, как сложится ваша жизнь после разрыва взаимоотношений. Повторю, что ситуацию мы смотрим на ближайший год. Итак, что в личной жизни с вашим партнером происходит на данный момент? Ну, вот здесь аркан Луна. По Луне что могу сказать? Это карта интуиции, карта ясновидения, карта осознания. Для кого-то может проиграться, как что вы в положении, да, по сути. Ну, а в целом, как говорит карта, много неясностей, много неизведанного, много обмана, иллюзий. То есть отношения, которые вы либо в целом знаете себе придумали, либо вот четко здесь очень много неясного и тайного, что находится за вот этой вот закрытой дверью. То есть, по сути, то, что вы не знаете. Если с позиции просто взаимоотношений, то по этому аркану у вас однозначно есть какая-то вот эмоциональная привязка друг к другу, потому что это душевная, это телепатическая связь, это какое-то вот душевное родство, внутреннее обретение второй половины. Но вместе с тем, здесь, ну, вот слишком много иллюзий. Стоит ли вам уходить от мужчины? Давайте зададим картам такой вопрос. Перевернутый жрец. Ну, вообще, в целом, перевернутый жрец, он указывает на лжеотношения. Вот это подтверждается в мной. Помимо всего прочего, эта карта говорит о том, что в ваших отношениях с этим мужчиной преобладают какие-то больше материальные ценности, нежели духовные. Соответственно, это служит препятствием для стабилизации отношений в вашей паре. Потому что разные взгляды на жизнь, разные взгляды на вещи. В целом, ситуация, когда вы стремитесь к одному партнеру, к другому, то есть какая-то вот у вас идет, знаете, как полярность. Два разных человека. Я не говорю, что это плохо, но вот в данном этапе, о чем говорят карты, здесь вот прослеживается и невозможность официальных взаимоотношений, и какая-то вот доля непонимания, доля отчуждения. Потому что здесь либо вы лжете себе сами по ситуации самообмана, да, обманываетесь в отношении этого мужчины, либо мужчина вам дает какие-то ложные идеалы, ложные надежды. Так, как же ваша жизнь сложится в целом, если вы разорвете эту связь в течение ближайшего года? Так, в плане работы, финансов, общего эмоционального состояния, душевного, да, и с позиции личной жизни. Так, в плане работы. Ну, в плане работы это у вас будет ситуация, знаете, как стучаться во все двери, потому что карта в целом материального, карта опыта, карта наработки знаний, навыков, тренингов, курсов. Это, знаете, сама по себе ситуация, когда, вот, например, ну, скажем так, добытчиком вашей паре, вашей семье был мужчина, и после разрыва взаимоотношений вы понимаете, что вам нужно, да, создать себе тоже какой-то прочный финансовый баланс. И вы идете либо на работу, либо на подработки, либо в целом, ну, знаете, как стучитесь в закрытые двери, потому что понимаете, что, ну, другой ситуации у вас нет, вам нужно как-то саму себя обеспечивать. Но если с позиции работы, то это неплохие перспективы, это ситуация собеседования трудоустройства. Так, что вас ожидает в плане финансов? Ну, скажу вам честно, перевернутая королева Пентако это ситуация, ну, очень тяжелого материального положения, по той простой причине, что если вы, например, будете находиться в декрете, то вот эти три аркана проиграются, как забота о ребенке, соответственно, у вас не будут возможности зарабатывать себе, да, там, на жизнь и так далее. Или в целом, ну, знаете, это как я говорю, жизнь от зарплаты до зарплаты, то есть, ну, положение будет финансово тяжелое, к сожалению. Но, как есть, озвучивая, я не могу высасывать из карты другую информацию, здесь вы будете очень сильно зависимы в материальном плане, либо от своего мужчины, либо от ваших родственников. Что вас ожидает в плане эмоций, душевного состояния? Потеря стабильности, потеря внутренней гармонии, потому что перевернутый император это ситуация тирании, то есть, даже если вы расстанетесь, мужчина, знаете, вас по сути не отпустит, будет выносить вам мозг, будет оказывать какое-то моральное, либо физическое давление на вас, да, то есть, не без этого, вот такая вот ситуация домашнего деспота и тирана. Поэтому полноценно, вы знаете, очиститься от этого, от этих эмоций, от этих отношений, вы все-таки, ну, не сможете. И как будет складываться ваша личная жизнь? Ну, к сожалению, по перевернутому рыцарю кубков, простите, перевернутому рыцарю пентаклей, здесь ситуация, ну, именно, знаете, зависимых отношений, потому что это все-таки для многих проиграется, как тот факт, что либо вы в эти отношения вернетесь, либо мужчина попытается к вам этот вернуться, и помимо всего прочего, мужчина, который в ваших взаимоотношениях только оценит сексуальную сторону отношений, какую-то позицию комфорта, относятся к вам потребительски. Если с позиции перспектив новых знакомств, два и налаживания отношений, то здесь, к сожалению, этого не будет. Если кто-то ждал, что вот после разрыва сразу как-то обретет вторую половину, то нет, к сожалению, нет. Вот такой у нас вышел второй расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, как он у вас проигрывается. Именно в вашей ситуации, в вашем случае буду вам признательна за обратную связь. Так, для тех, кто выбрал третий вариант и колоду, которая называется универсальный ключ, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения, давайте картам запрос на вашу ситуацию, а именно, как служится ваша жизнь в течение ближайшего года после разрыва взаимоотношений с партнером. Итак, что у вас происходит с партнером в целом в текущий момент времени? Перевернутый дьявол. Но здесь сама по себе ситуация, у вас идет четкое желание избавиться от этих созависимых отношений, избавиться от этой болезненной зависимости, от отношений, которые вас только ранят, приносят какой-то душевный дискомфорт и очень сильную душевную боль. Поэтому, по крайней мере, для себя вы четко поставили цель сделать правильный выбор, потому что перевернутый дьявол, это всегда ситуация правильного выбора, конструктивного мышления и правильных выводов. То есть, как говорит Аркан, вы движетесь все-таки в правильном направлении, но тем не менее мы все равно будем уточнять ситуацию, спрашивать, стоит ли вам от этого мужчину уходить. Перевернутая императрица. Ну, смотрите, здесь ситуация, он не видит вас, женщину, либо здесь в целом идет наличие соперницы, именно супруги или любовницы, сказать однозначно сложно, потому что ситуация для всех проиграется по-разному, но перевернутая императрица, ну, не будете вы для него ни супругой, ни, скажем так, любимой женщиной, потому что это в целом ситуация пренебрежения, он, знаете, грубо говоря, вас, как снял вас с корону, да, развенчал, ну, то есть, другими словами, он перестал вас видеть ту женщину, единственную, неповторимую, знаете, вот перестал за вами ухаживать, уделять вам внимание, дарить какую-то заботу, подарки, в целом о вас беспокоиться, о вашем самочувствии, о вашем положении вещей, ну, перевернутая императрица, это в целом, знаете, как называю, бесплодная ситуация, у которой нет перспектив, из позиции, стоит ли от него уходить, по этой карте, да, уходить от него стоит, так, как сложится ваша жизнь в течение ближайшего года, если вы разорвете эти взаимоотношения с мужчиной, в плане работы, финансов, вашего общего эмоционального состояния и с позиции личной жизни, давайте смотреть, так, с позиции работы, ну, могу сказать однозначно, если вы, например, работаете на данный момент, свел вот эту вашу какую-то душевную боль, душевные переживания, вы будете выливать на рабочей почве, это будет ситуация конфликтов, обострение взаимоотношений, для кого-то это в целом, знаете, будет ситуация ухода, увольнения с работы, с целью начать жизнь с чистого листа, либо это будет запряжено с вашим переездом, потому что, ну, все рыцари, это сигнификатор переездов, да, неважно на какие там далекие либо краткие расстояния, но, как говорит карта, вот именно в плане работы год будет крайне напряженным, для некоторых это в целом может вылиться как ситуация безработицы, что вас ожидает в плане финансов, в плане финансов, это знаете, какой-то вот тяжелый груз ответственности, обязанностей, которые вы наконец-то сбросите с себя, что могу сказать по этим картам, либо вы финансово каким-то образом тянули мужчину, либо брали на себя большую часть оплат, каких-то обязанностей и так далее, и теперь вы сможете выдохнуть спокойно, почему, потому что, когда Аркан в таком положении, это ситуация решения финансовых проблем, это уход от каких-то кредитных, либо долговых обязательств, либо в целом от ситуации, когда на вас вот висел как кермона шеи, и наконец-то вы сможете вздохнуть с облегчением, что вот, ну вы знаете, вот хоть чуть-чуть полегче стало дышать, всех проблем, безусловно, этот Аркан, знаете как, не решит, но тем не менее показывает ситуацию, что для вас в финансовом плане это все-таки будет благополучное время, что вас ожидает в эмоциональном плане, в эмоциональном плане это затягивание душевных ран, почему я это говорю, вот видите, все-таки это проигрывается как ситуация любовного треугольника, но опять же, здесь может быть просто третье лицо, например его мама, которая вмешалась в ваши взаимоотношения, да, и разбила ваше семью, тем самым разбила ваше сердце, либо все-таки наличие третьего лица, жены или любовницы, ну вот по этой карте могу сказать вам точно, это знаете как, вот если бы Аркан был в прямом положении, для вас это было бы более остро, более больно и значимо, а здесь уже знаете, ну не то, что он само собой разумеющийся, но вы эту же ситуацию принимаете как данность, то есть такая вот позиция, обидно, досадно, ну ладно, то есть жизнь продолжается, и это уже знаете, как утро перед рассветом, то есть как ночь после бури, вы уже знаете, как вот переплакали, выплакали все, перегорели, вот перетерпели, и понимаете, ну что, просто у вас в душе, вот по сути остается пустота, и теперь ваша задача убрать все вот негативную какую-то информацию, всю вот эту какую-то боль, агрессию, и начать жить заново, и что вас ожидает в плане личной жизни в течение ближайшего года, могу сказать однозначно, это новые перспективы, благоприятные перспективы, потому что туз, да еще и жезлов, ну это море энергии, это море страсти, вы будете крайне привлекательны для окружающих мужчин, потому что по этому аркану, знаете, как жизнь забурит вновь, забьет ключом, и это в целом карта знакомств, перспективов, любой туз, это карта шанса, карта удачи, успеха, тем более туз жезлов, поэтому однозначно, скажем так, вы не останетесь без внимания окружающих, да, особенно, ну я говорю, с позиции мужчин, и однозначно будет велика вероятность завязать с кем-то новые отношения, причем перспективные, вот таким у нас вышел третий расклад, отписывайтесь потом, пожалуйста, как у вас расклады проигрываются, либо не проигрываются по вашей ситуации, мне это важно для наработки профессионального опыта и в целом с позиции, да, как работает та или иная колода, а мы переходим к четвертому варианту, второму англо, так, пожалуйста, проговаривайте свое имя, дату рождения, давайте, пожалуйста, картам посыл или запрос, чтобы карты ответили, как проиграется ваша жизнь в случае разрыва взаимоотношений с партнером в течение ближайшего года. Настраивайтесь, пожалуйста, на работу. Итак, что происходит на данном этапе в ваших взаимоотношениях с партнером? Так, здесь у нас падает перевернутый маг. Ну, сама по себе ситуация, знаете, когда вами очень четко манипулируют, из вас вьют веревки, причем уже вьют их так, что вы не в состоянии это терпеть. Это ситуация какого-то угнетения, морального или физического, когда партнер вносится к вам потребительский, когда человек просто не видит в вас личность, воспринимает вас как должное, воспринимает вас как данность, не считает нужным, знаете, вас вновь завоевывать или о вас заботиться. То есть здесь четкий контроль, четкая манипуляция и какие-то вот диктаторские условия в ваших взаимоотношениях. Что касаемо совета от карт. Стоит ли вам уходить от этого мужчины. Давайте смотреть. Так, здесь у нас падает с вами шестерка кубков. Могу сказать, что эта ситуация, знаете, очень сильной эмоциональной привязки. И даже если вы уйдете, вы будете эмоционально зациклены в этих отношениях, потому что либо у вас в целом семья, потому что данный аркан указывает на какие-то семейные ценности, семейные взаимоотношения. Либо будет, тем не менее, все равно глубокая такая вот эмоциональная связь. Но не сможете отпустить этого человека. И для вас это будет, ну вот, крайне болезненно. То есть на данном этапе, скажу вам честно, вы к этому не готовы. И вот если просто расценивать ситуацию с позиции душевного комфорта, то вам комфортнее терпеть вот такое отношение к себе. Ну, а там уж в любом случае, знаете, как выбор за вами. Сейчас мы посмотрим, как это отыграется с позиции других сфер жизни в случае выпала сама карта. Я ее потом озвучу. Так. Посмотрим все-таки, если вы уйдете, как проиграется во всех сферах жизни в последующий год. Итак, с позиции работы, финансов, вашего общего эмоционального, душевного состояния и с позиции личной жизни. Так. Давайте смотреть. С позиции работы. С позиции работы здесь у нас падает туз жезлов. Это прекрасные перспективы, это начинание какого-то нового проекта, либо собственного дела, либо в целом как вы-то знаете, когда вы после разрыва взаимоотношений, у вас столько энергии, столько эмоций, и дабы как-то отвлечься, вы всю свою энергию, особенно сексуальную, будете сублимировать в какое-то новое дело, новое начинание. То есть вы будете гореть своим делом, вы будете жить им, потому что, видите, вот красное полотно энергии страсти. То есть вы по максимуму будете отдаваться от А до Я. Это, скажем так, ну не то, что перевоочередное, на чем вы будете сконцентрированы, но своего рода в который вы будете погружаться и вместе с тем, знаете, ну вот развиваться профессионально, например, строить карьеру, либо строить бизнес. То есть не везет в любви, повезет в другого. Вот такая вот позиция, на самом деле правильная. Как это отразится в плане финансов? Так, ситуация отшельника. Ну это ожидание плода своих трудов. Почему я так говорю? Потому что отшельник это мудрый подход, это разумное распоряжение своими финансами. Да, с финансами будет не густо, но тем не менее по отшельнику это, знаете, как мудрое распоряжение. То есть вы сможете откладывать, вы будете контролировать свои доходы, свои расходы, вести, скажем так, какую-то даже, может быть, для кого-то домашнюю бухгалтерию, чтобы сопоставлять, потянете ли вы, скажем так, вольное плавание, либо не потянете. Но с позиции отшельника это просто может быть задержка выплат, либо же в целом, ну не та прибыль, не в том объеме, на который бы вы рассчитывали. Ваше общее эмоциональное состояние. Здесь называется эта карта повешенная. Ну скажу, будет вам тяжко, потому что вот здесь, видите, эти карты очень хорошо проигрываются, тем более, видите, она здесь в воде, в эмоциях. Привязка будет колоссальная. То есть вам будет настолько тяжело человека вырвать из своей души и своего сердца. Это называется, ну вот, постоянно мысли о нем, и слезы в подушку, и переживания. То есть, как бы вы, допустим, не циклились на каких-то других вещах, даже вот на работе, погружаясь целиком с головой в процесс, все равно у вас будут проскакивать мысли. Позвонить, не позвонить, написать, как он там, ну вот, ощущение себя жертвой, да, что вами пожертвовали, и вы не можете ничего исправить в этой ситуации. Но, тем не менее, как же будет развиваться ваша личная жизнь? Будут ли какие-то перспективы? Здесь у нас падает перевернутая королева кубков. Ситуация эмоционального, душевного раздра, ситуация разбитого сердца, душевных переживаний и эмоций. Если с позиции личной жизни, максимум, что здесь, знаете, как бы, ну, вам светит, это будет, ну, вы знаете, с позиции любовницы, потому что королева кубков это всегда сигнификатор, женщины любимой, то есть, да, вот именно, но здесь, поскольку карта перевернута, то Аркан четко говорит о том, что это серии, там, секс по дружбе, либо, ну, вот, знаете, как для разрядки, но не более того, не будет какой-то эмоциональной, душевной привязанности, не будет перспектив построения взаимоотношений, то есть, это либо какие-то старые будут партнерские связи, да, где вы будете, скажем так, забываться, либо же в целом ситуация, знаете, как уйти в себя, закрыться, переждать этот период, но опять же, вот пока мы тасовали колоду, я тасовала, да, у нас здесь выпала пятерка пентаклей, это коса и ма, даже мне кажется, не сколько вот перспектив вашей жизни, а ваших отношений, потому что карта у нас падала здесь, пятерка пентаклей, это карта бедности, духовная, эмоциональная, для кого-то это может, в целом может проиграться, как серьезные материальные проблемы в паре, если с позиции перспектив отношений, то друг другу вам уже здесь нечего дать, это просто своего рода, да, какие-то попытки пережить этот кризис, но вы понимаете, что здесь уже все, ситуация себя и жила, иссякла, все замерзло, нет перспектив ни построения семьи, ни ее развития, ну, в целом, скажем так, отдали вы уже друг другу все, что смогли, отношения вы эти проработали, нужно просто, как бы это болезненно не было, тем не менее, уходить, вот такой у нас вышел, последний расклад, подписывайтесь, пожалуйста, как проигрывается у вас, или не проигрывается ситуация, буду крайне вам признательна, за обратную связь, для меня это значимо, и для профессионального роста, и для того, как работают мои колоды, но для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию, ссылки на мои контакты, вы можете найти под любым моим видео, но я искренне вас благодарю за просмотр, с вами была Ева Лехцер, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok